И всем привет, ребят, с вами Сэрбайк, и я с вами записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой кематике. Сегодня вместе с вами мы будем тестировать новое устройство, которое у нас появилось в игре. Ну а если вам подобного рода видеоролики нравятся, то обязательно не забывайте поддерживать их лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и конечно же не забывайте про розыгрыш, который прямо сейчас у нас имеется на канале на 1 миллион кристаллов на 15 тысяч танкоинов. Для этого в настройках игры в аккаунтике установите ему личный такт, тактимп. Дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Сегодня я, как вы уже видите, нахожусь на своем мега донатном аккаунте, потому что у меня на спецаккаунте другом танкоинов не было. Выбил уже быстренько новое устройство и готов его вместе с вами протестировать. Это устройство Гидро. Можем даже сразу зайти еще посмотреть его полные характеристики. Ну и дальше отправиться в бой и постараться дать максимально плотненького контенту. Это впервые за долгое время интересное устройство, которое добавляется в ультраконтейнеры. И по ощущениям это то устройство, которое я бы даже, если честно, хотел бы получить на свой аккаунт. Пусковая установка Гидро. Преимущества. Ракет в залпе 20, наведение минус 50, перезарядка минус 40, пауза между выстрелами в залпе минус 30. При этом недостатки. Урона в два раза меньше, критического урона в два раза меньше, перезарядка после залпа плюс 100%. Угловая скорость ракеты 3 градуса. В принципе, по сути, это лютая машина, которая должна на постоянной основе давать вкуснейшую прибыль. Ну и посмотрим, удастся ли нам это сегодня сделать в рамках нашего замечательного мега доната. Если вам подобного рода видосы нравятся, то, конечно же, не забывайте их поддерживать лайком. И давайте сделаем маленькую цель. Есть у нас вкусный спецпачок, который продается в магазине за 20 тысяч танкоинов с даже танкофандом. Пусть будет с танкофандом, да. 290 ультраконтейнеров он все включает, с которых как раз таки есть возможность выбить это самое устройство. У меня на основном аккаунте его, конечно же, нет. И, исходя из того, что это страйкер, давайте поставим цель. Если на этом видосе набирается 300 лайкозавров, я уже в следующем видосе, ну как оно наберется, да, как наберется 300, оформляю покупочку этих ультраконтейнеров и стараюсь выбить это устройство. Я думаю, что это было бы интересно, я думаю, что это было бы контентово, поэтому давайте максимальную активность проявим. Ну и отправляемся в бой, смотреть, тестировать, одеваем пусковую установочку. И впервые мегадонатный аккаунт попадает у нас в рамках обзора на основной каналчик. Поэтому пробуем, смотрим, что у нас из этого всего получится. По корпусу я выбрал Ареса, в принципе, нам скорость не нужна. Поэтому, а, хотя даже можем, хотя можем даже, знаете, как сделать, возьмем даже суперконтент, возьмем хопера, страйкера с гидрочкой и попробуем залететь против легендочек и дать контентика на новом страйкере с двадцаточкой залпов. Что-то мне подсказывает, что это должно быть очень, очень вкусненько. Так, запикиваюсь я на ТДМочку. Шикарный режим с кризисом. Сегодня у нас метеоритная темка началась. Да, да, вкусненько. А если по нескольким тайчикам? А если прямая сводочка по нескольким тайчикам? Бе, ну это очень жестко, если честно. Может быть, там цифры, конечно, не супер большие вылетают. Но исходя из того, что я вижу, да, Да, то есть, ну, здесь обычными тыками, как будто вообще стрелять нет смысла. Сводка быстрая. Быстрая сводочка. И дальше вот это вот. Пулеметик начинает наваливать контентика плотненького. Не, ну, это очень вкусненько. А если противник еще кучкуется? А если противник кучкуется? А если несколько танков вместе будут рядом стоять? Можно просто делать сводку и переводку сразу на другой танк. Да? И в моменте это должно быть супер жестко. Так, вот, например, у меня сводейла сюда летела. А я ее перевел на другого типа. И мог бы, конечно же, еще другой танчик уничтожить. Именно таких, на мой взгляд, устройств не хватало нашей игре. Чтобы, ну, так чисто, знаете, покайфарить. Чисто покайфарить. Что-то новое по механике. Вот не то, что там добавляли в последнее время, в последнее время добавляли всякие устройства по типу, там, пульсаров, там, либо еще чего-то. И, если честно, я более чем уверен, что оно не будет сверх-сверх-сверх имбалансным. Да? Потому что здесь можно и так же само себя уничтожить. То есть нужно правильно, грамотно подстраиваться под устройство, чтобы оно работало и чтобы оно было эффективно. Да? То есть в моем понимании оно не будет работать в таком ключе, что вы на постоянной основе будете прям в мега-мега плюсе. Потому что, вот, например, у меня за 2 минуты, за 2 минуты только лишь 100 очков, да? Но сама механика этого устройства, она безумная. Она просто безумная. Вот так вот, просто в тушеночку. Ух, двоих есть, контактичек вкусненький. Ну, не знаю. Но такие устройства, честно, дают дополнительное, даже не то, что желание играть, дополнительное удовольствие от игры. И, ну, не знаю, у меня лично такие устройства прям мега-мега сильно по кайфу. И я, как уже сказал, очень сильно хотел бы получить такое устройство на как раз-таки свой основной аккаунтик. Но для того, чтобы его получить, надо постараться тушенуть лайкозавров, чтобы выбить это для начала устройство. И попробовать тогда уже давать плотненького на нем контента. Ну и то, что здесь перезарядка более быстрая, это тоже очень вкусно. Чем-то напоминает мне, если честно, о гиперионе, говорю, гелиуса на рикошет. Да, то есть только здесь получается у вас двадцатка выстрелов. Да, в ряд идет. Просто двоцаточка выстрелов в ряд. Вот так вот. Буц-буц-буц-буц-буц-буц-буц-буц-буц-буц-буц. Один за другим просто залетают. Контактика вкусненького дают. Не знаю, выглядит прям очень круто. Вот есть здесь диктатор с резистом. Попробовать надо диктатора с резистом. Попробую сейчас его зареспить. Да, да, респится, респится, респится. И переводочку еще контентовую оформляем. Боже ты мой. Не, это вкусняшка. Это, конечно, вкусняшечка. То, что вот так вот можно переводить выстрелы. Именно так будет работать плюс-минус трофеи на страйке. Тоже с переводкой вкусненькой. Но здесь двадцатка. Если в трофеях 16 выстрелов, то здесь двадцатка выстрелов. Просто 20 залповых нагибаторских тушенок, которые могут в моменте себя быстрее уничтожить, чем уничтожить противника. Но если приловчиться, приноровиться к этому устройству, я более чем уверен, что на нем можно давать прям очень и очень вкусные и хорошие результаты. Резисты сразу у нас от страйкера уже появляются. Я, в принципе, не удивлен, не удивлен, что появляются у нас замечательные резисты от этой пушечки. Так, ну и пробуем, пробуем еще в сливалову, въезжалову делать. Ой, хорошо, ой, хорошо, хорошо, плотненько. Очень плотненько, очень вкусненько. Так, Оуди. Вот такой контентовый Оуди-шечкин. Так, и теперь Сводейлу на вражеских респах. Вот такую вкусненькую делаем. Такую вкусняшечку оформляем, но, к сожалению, даже слить не успел. Да, то есть по резисту там уже ракеты с ДА-шкой кризисной летят не такие жесткие. Да, с ДД-шки там вкусняшка летит, но под ДА-шечкой не сказать, что там прям суперплотничковая. А вот если так раскатить? А вот если так раскатить на широкую? Ой, со сплэшом еще по-вкусному, боже. Ну, мне очень сильно нравится. Очень сильно нравится вот такая вот темочка. Еще, если учитывать тот факт, что я как раз-таки любитель страйкера, и сейчас играю на основе на страйкере постоянно, то это, конечно, выглядит максимально-максимально вкусно. Обидно, очень обидно, что это из ультраконтейнеров устройство, да, и то, что его получить не так просто. Но в плане интереса, ну, вот это, наверное, впервые за долгое время прям реально интересное устройство на пушку, да. Unlucky, конечно, что это донатное устройство, но я думаю, что в ближайшее время в любом случае появится возможность его получить, да. И, например, даже с ультраконтейнеров супермиссии будут ребята, которым повезет, которые смогут выбить, я думаю, что это устройство. На момент записи этого видеоролика, я думаю, что ребята есть уже, которые из супермиссии прошли, да, и которые уже, может быть, даже и выбили. Это замечательное устройство, но чисто вот по ощущениям очень круто. Вот реально, я не так часто радуюсь новым устройствам, которые добавляются именно в ультраконтейнеры, да. И бывали вообще случаи, что я даже не записывал видосы с устройствами, но вчера, когда я увидел характеристики, когда мне скинули, что вообще из себя будет представлять это устройство, я такой думаю, вот это контентик. Вот это реально вкусняшка, которая может давать интересик. Ну и, возможно, если получится его выбить, оно мне прям даст второе дыхание, и я начну по лютому тушить контентика, контактика постоянно. И стараться как раз-таки играть и выбивать наши замечательные трофеи на страйкере, да. Но для начала, конечно, надо это устройство выбить. Надо его выбить, тогда все может стать прям очень и очень контентово, потому что та двадцатка, которую заряжает это устройство, она прям, ну, выглядит максимально-максимально вкусно. Вот так, я забыл, если честно, звук включить, только сейчас увидел, что у нас звука нету, но 20 ракет, в принципе, со звуком не так вкусненько, наверное, летят. Тут такой звук постоянных залпов залетает, но давай чуть-чуть звука тоже дадим, чуть-чуть контактика тоже дадим, но и даже резист, просто рез улетает. А что будет с джаггернаутом? Я думаю, что, например, завтра надо попробовать это устройство достануть против джаггера. Хотели бы увидеть, что будет с джаггером, с этим устройством? Я думаю, что контент будет очень вкусный, по джаггернауту залетать, поэтому надо будет это дело тоже протестировать, посмотреть, как оно против джаггера будет работать. Вкусненько, невкусненько будет нагибать, не будет нагибать, надо будет все это дело протестить. Так, вкусный кисель меня уничтожает. 104 кг у нас уже, 5 минут остается до конца. Фонд мы у ребят забирать точно здесь не будем, поэтому я думаю, что мы можем еще пару-троечку контентовых сводочек вкусненьких оформить. Ну а дальше уже ребятам фондецки оставить, потому что победа у нас тут в кармане. Железо-бетонная победка есть. Ну вот давайте попробуем по куполу свадейлу дать, посмотреть, что тут по урончику вообще. 20 выстрелов по 1000 хп. Подождите, подождите, подождите. Я под куполом могу слить типа? Я под куполом могу слить типа, по ощущениям. Я мог его слить под куполом. Да, то есть с двух сводок я мог типа слить под куполом. Ну ладно, он там был без джаггер, я с джаггерной кризиской. Но все равно, да, это не отменяет того факта, что даже под куполом у вас есть возможность уничтожения противника. За счет того, что у вас как раз таки 20 выстрелов вкуснейших залетает по оппоненту. Ну и вот самое вкусное, что есть, это то, что у вас есть возможность переводки. И то, что вы можете с одного залпа, там например 2-3 танка, просто перевести и дополнительно уничтожить. Ну и вот резист тоже в принципе отлично, вкусненько работает и улетает. 125 килов у нас. Я бы конечно хотел бы еще покатать подольше, чтобы здесь контентика подавать. Можно с плэшом от стенок. Боже, что можно придумать с этим устройством? Это просто жесть. Можно столько вещей всяких интересных придумать. Ну и что самое главное, ну я даже не знаю, с точки зрения баланса, стоит ли в дальнейшем нерфить это устройство. Ну наверное, пока оно выглядит как, ну выше, выше, выше баланса, да. То есть я бы мог сказать, что это имба. Да, это имба. Но может быть минимально как-то оно будет нерфиться. Но точно не в ближайшее время. Потому что в ближайшее время таких нерфов не будет. Ну и как бы ты ни строил баланс, все равно я думаю, что такие вещи нужны в нашей игре для вкусного, аппетитного, сочного и нагибаторского контента. Все. 37 килов. Закаточку мы даем за 10 минут. Я считаю, что этого будет вполне достаточно. Пишите, что вы думаете по поводу этого устройства. Обязательно, ребяточки, каждый тушим по лайкозавру на этот видос. Как я уже сказал, трехсотка лайков набирается. Я сразу же тушеночку покупаю и стараюсь выбить это замечательное устройство. Ну и конечно же, не забывайте подписываться на канал и подписываться на тележечку. Вся инфа по стримам и вся лайв-контентина залетает именно туда. Ну и приходите на стримы. Стараюсь сейчас в 6 часов вечера по будним дням запускал его оформлять. Поэтому залетайте, подлетайте, оформляйте тоже плотненького контентика. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.